Кавалерия Петра I В прошлом фильме мы разобрали пехоту Петра I на 1708-1712 годы. В этом фильме поговорим о кавалерии. Кавалерия в этот период делится на два больших вида – регулярная и иррекулярная. К регулярной в этот период относятся драгуны и гусары. К ирекулярной – всевозможные казачьи отряды, калмыки, татары, башкеры и т.п. Нормально ударной кавалерии в России практически не было. Причина была банальная – нет хороших лошадей. Выведение собственных конских пород сопоставимого качества с европейскими или турецкими были еще впереди. В Петровскую эпоху использовались кони татарской или, как ее еще называли, нагайской породы. Они были низкорослые, нервные, что затрудняло действовать в слаженном строю. На картинке представлено сравнение размеров лошади из русской армии и коня рейтера или кирасира из европейской армии. Сразу становится понятно, почему противостоять им было практически невозможно. При этом в бою имеет значение не только размер коня, но и его дрессировка, а также покладистость характера животного. В кавалерийской шипке побеждал тот, у кого получалось подойти к противнику, сохраняя максимально плотный строй. Про это поговорим в фильме про тактику войск. Настоящая кавалерия в России была представлена гусарами и регулярными соединениями. То есть это были воины, которые в бою сражались, не спешиваясь. Они не умели сражаться плотным строем. Данные войска были хороши для разведки и преследования бегущего противника, потерявшего строй. А также выполняли роль фуражеров и разоряли территории противника. Калмыки Они поставляли легкую конницу. Внешний вид воинов был таким. На воине надет чапан, мужской стеганый, ватный или верблюжий шерстяной халат. Иногда богатые калмыки делали их из шелка. Халат подпоясывался поясом кушаком. Под ним носили холщовую рубаху и просторные штаны. На ногах сапоги. На голове шапка, подбитая мехом. Вооружены были саблями, луками, реже огнестрельным оружием. Могли быть и воины с копьями. На этой картинке видно, как калмыки и казаки разграбляют немецкий городок в ходе семилетней войны. Это хоть более поздний период, но разница всего лишь в покрое шапки. На первом плане воин вооружен карабином. Слева и справа от него лучники. Казаки Для укрепления южных границ государства Тотер I упорядочил службу слободских казаков. Были созданы Харьковский, Изюмский, Сумский, Ахтырский, Острогорский полки. А к чугуевским казакам добавили отряд донских яицких казаков, несших в это время службу в городе Орле. И была сформирована пятисотенная чугуевская команда. В 1701 году на Дону был сформирован первый конный полк. До этого у донцов полковых структур не существовало. Полк насчитывал 430 казаков. Они воевали в Лифляндии. Существовали различные казацкие войска. Яицкое, Донское, Кирское, Запорожское и другие. Бойско делилось на полки. Полки на сотни или эскадроны. Число бойцов в сотне было в пределах 200 человек. Сотня делилось на куреня по 25-40 человек в каждом. Полк возглавлял полковник. Это была выборная должность. Его выбирали на совете кругу. На иллюстрации полковник донских казаков. Знаком ранга у него является булава. Обычно казак должен был иметь саблю и по крайней мере один пистолет. Кроме того, казаки вооружались ружьями. Особенно ценились длинноствольные нарезные ружья кавказского типа, которые обычно именовались турецкими. Многие имели пике длиной до 4,5 метров. Обычно у казака было две лошади. Одна для боя, другая для перевозки грузов. Это запорожские казаки. Они воевали за все противоборствующие стороны в той войне. То есть сражались и за русских, и за шведов, и за татары с турками, и за поляков. Лихие годы. Большинство казаков Малороссии воевало за Россию. У запорожцев был характерный чуб или чупрына на головах. Бороду обычно брили за исключением усов. Донские казаки. Походная одежда казаков состояла из грубого суконного зипуна кавказского покроя, подпоясанного ремнем, широких шаровар, обранных в глинище сапог и шапки из овчины. Любимыми цветами казаков были красный и синий, которые использовались и в походном костюме. Волосы на голове постригали кружком, под горшок. Любили носить бороды среднего размера. Некоторые казаки бороды сбривали, но обязательно оставляли усы. Усы являлись предметом особой казачьей гордости. Петр I сильно ограничил казацкие вольности. А запрет на охоту и ловлю рыбы привел на грань голода. Отменно беспорщиной торговли ударил по кошельку казаков. Все это, помноженное на беспредел сборщиков налогов и отряда Юрия Долгорукова, ловившего беглых крестьян, укрывающихся у казаков, привел к бунту в Донском войске. Восстание Булавина 1707-1709 годов охватило весь юг страны. Вы можете видеть границы территории, где бунтовал народ. Требования восставших Восстание быстро разрасталось. К казакам присоединялись крестьяне и городская беднота. В России было крепостное право. При Петре I оно усилилось. Крепостных помещик теперь мог продавать как рабов, разлучая семьи, отправлять на каторгу по своему личному произволу. Практически невозможно было наказать барина за убийство крепостного или изнасилование крестьянки. Все это порождало произвол власти мущих. Мелкие крепости либо сдавались восставшим без боя, либо брались ими штурмом. Монтари были жестоки по отношению к дворянам, их пособникам и прислужникам. Порой убивали их целыми семьями. По сути, народ просто мстил своим угнетателям. Были и разбой, и убийство. Не стоит идеализировать бунтующий народ. Но царские войска превзошли их в жестокости. Восстание было жестоко подавлено. Вырезались целые казацкие городки со всеми жителями. Погибло не менее 23 500 казаков. Мужского пола только от рук карательного отряда Василия Долгорукова. Эти данные он опубликовал на суде по делу царевича Алексея. Число казненных он взял из отчетов в своей походной канцелярии. Активно в подавлении восстания участвовали калмыки и малороссийские казаки Скоропадского. Карательные войска уничтожали казацкие городки вместе со всем населением, включая младенцев и женщин. Только калмыки были чуть милостивее, так как они угоняли с собой девушек, а всех прочих убивали. До войны на Дону жило порядка 60 тысяч казаков. Казацкий край был обескровлен. Около 3-8 тысяч казаков во главе с Некрасовым, с семьями, ушли жить на Кубань, а потом в Турцию. Казаки дали клятву не возвращаться на родину, пока там правят цари. Только с приходом советской власти Некрасовцы стали возвращаться на родину. Первая станица была ими построена в 1918 году, а массовый переезд начался в 1962 году. Им с СССР выделили земли и разрешили строить церкви и вести в них службу по их старообрядническому канону. Башкиры. Это была легкая конница. По боевому применению они не отличались от калмыков. В 1704 году произошло восстание Башкир. Боевые действия шли до 1711 года. Причины восстания. Особо стоит отметить произвол сборщиков налогов Жихарева, Сергеева, Дохова. По решению суда 1725 года они были за превышение полномочий казнены. Само восстание Башкир было жестоко подавлено. Весь край был разорен. Часть налогов была отменена. Сохранены льготы для местной, знати и духовенства. В 1705-1706 годах было большое восстание в Низовьях Волге, получившее название Астраханское восстание. Причины практически те же. Подавление было жестоким. Только из тех, кто сдался из осажденного Астраханского Кремля, царским войскам, 360 человек были повешены вдоль дороги, идущей в Москву. Причины поражения восстания были сходны. У бонтарей не было четкой управленческой организации. Отсутствовали цели и план общих действий. К чему я все это говорю? Огромные территории страны по факту вышли из-под власти Петра Первого и были вновь подчинены в ходе долгих лет боевых действий. Это требовало огромных людских и материальных затрат. Петру пришлось даже несколько снизить налоги, хотя гнет крепостничества только усиливался. Об этом можно говорить долго. Все эти события ограничили возможности России использовать ирегулярную конницу в Северной войне. Хотя еще в 1705 году в 7000 корпусе Шереметьево в Курляндии было 50 чугуевских калмык и 250 уфимских татар, то есть жителей Башкирии. При этом в Полтавской баталии приняло участие до 10 тысяч малороссийских казаков на стороне русских. Они преследовали отступающих шведов. Петр не доверял казакам и вел их в бой только тогда, когда победа была уже очевидна. Перейдем к регулярной кавалерии. В 1707 году была создана гусарская хоругвь в 300 всадников. Она состояла из валахов, сербов, венгров, молдаван. Служили они на границе государства. Ими Петр I пытался заменить ненадежных казаков. На базе этой хоругви к 1711 году было создано 8 полков, по 800 человек в каждом. Это были гусарские полки. Их Петр намеревался противопоставить турецкой и крымской кавалерии в ходе Дунайского похода. Это была легкая кавалерия, предназначенная для разведки и сборов урожа. В 1704 году были созданы два эскадрона охраны генералов Меншикова и Шереметьева. Это были Лейб эскадрон, князь Меншикова и генеральская драгунская рота графа Шереметьева. Эти конники имели скорее чисто кавалерийскую, а не драгунскую подготовку. Оба эскадрона были сформированы по большей части из молодых офицеров. И в целом напоминали шведскую Драбанскую гвардию. Униформа конников обоих эскадронов была такой же, как и у линейных драгун. В роте Шереметьева кавтаны были красные. А в эскадроне Меншикова солдаты носили униформу гвардейского преображенского полка, то есть зеленый кавтан. Общее число этих кавалеристов было 220 человек. Драгуны. На момент Полтавской битвы драгунских полков было 34 и 3 конногренадерских. Драгуны в классическом понимании это пехоты, прибывающие к месту боя верхом на лошадях. Перед вступлением в бой солдаты спешиваются и ведут бой уже пешком. В Петровской армии драгуны могли сражаться как пешком, так и в конном строю. До 1710 года драгуны формировались из всадников полков нового строя. Потом туда стали попадать и рекруты. Пока полностью не перешли на рекрутский набор. Униформа драгун. Мундиры я описывал в прошлом видео, посвященном пехоте Петра Первого, поэтому повторяться не буду. В данной работе остановимся только на ряде деталей, которые отличали драгун от пехоты. Расцветка форменной одежды. Драгун по полкам. Данные сведены в таблицу. Таблица взята из журнала «Новый солдат» номер 190. Кавалерия Петра Первого. Страница 15. Можно видеть, что примерно половина драгунских полков имела зеленый мундир. У других были синие, белые, серые. Япончи для кавалерии делали из дорогого и качественного европейского сукна, а кафтан из дешевого отечественного. В пехоте это было наоборот. Это было вызвано тем, что плащ для всадников был важнее, а более низкое качество кафтанов компенсировалось более качественными штанами и камзолом. Для драгун камзол и штаны делались из кожи. Использовали обычно козлиную и иногда лосиную или оленью кожу. Это было вызвано тем, что сукно быстро протиралось от езды на конях. Кожу натирали желтой земляной краской, вохрой. Это делалось для защиты кожи и для красоты, так как светлая замша быстро пачкалась. На ногах у драгун были драгунские сапоги. Они отличались от пехотных тем, что были гораздо более массивными и толстыми. Долго ходить в них было сложно, и совершать большие переходы невозможно. Если вдруг случалась ссора между офицерами и дело доходило до дуэли, что в ту эпоху было редкостью, то поединщики снимали сапоги, так как двигаться в них было крайне неудобно. Поэтому изображения, где бойцы лихо фиктуют, и при этом обутав сапоги, являются ошибочными. Зимой солдаты надевали овчинные или бараньи шубы и рукавицы. Оружие На вооружении драгун находились укороченные фузеи, называли их карабин. Меньшая длина карабинов требовалась для удобства передвижения на коне и стрельбы с него. Фузеи снабжались металлической скобой у ложа слева. Она была необходима для пристегивания оружия к рюку перевязи. С 1710 года драгунам стали выдавать штыки для фузей. Помимо карабинов, в полках были и штуцеры. Это было нарезное оружие. Дальность и точность стрельбы из него была выше, чем у гладкоствольных ружей. Но и был существенный недостаток. Процесс заряжания штуцера был в три раза дольше карабина. По этой причине их давали лучшим стрелкам. На штуцерах были мушка и цели. Также на вооружении драгун были мушкетоны. Они стреляли крупной дробью. Заряд состоял из дробин с числом от 10 до 32 штук. Зачастую драгуны карабина заряжали сразу двумя, а то и тремя пулями. Это увеличивало вероятность поражений противника, но могло привести к разрыву ствола. Драгуны для ношения фузей использовали погонную перевязь, которую надевали через левое плечо под погон. Это был широкий ремень с железным крюком, который цеплялся за скобу на левой стороне ружья, не позволяя ему упасть на землю при стрельбе с лошади. Патронная сумма, или как ее называли драгуны лядунка, имела одинаковое с пехотной количеством патрон, то есть 24 штуки. Холодным оружием служили шпаги и палаши. Для драгун делали порой удлиненные и утяжеленные шпаги. Длина клинков как шпаг, так и палашей колебалась в пределах от 80 до 100 сантиметров. Ширина от 2,5 до 4 сантиметров у шпаг и от 3,5 до 5 сантиметров у палашей. К 1710 году шпаги были вытеснены палашами. Это имело принципиальное значение для тактики кавалерийского боя. Про это поговорим в отдельном фильме. В каждый полк могла добавляться еще и рота копейщиков. Вы можете видеть перечень этих полков. Конский убор. Главной деталью конского убора было седло, так как оно определяло тактику ведения конного боя. Основой ему служил деревянный арчак с передней и задней луками, оклеенный жилами и кожей. Под седло на спину лошади клали потник. Преимущественно он делся из коровьей шерсти, с суконным или холчевым подметом. Между войлоком и седлом располагалась кожаная крышка. На теле лошади седло держалось при помощи нескольких ремней. Брюхо обхватывало подпруга. Ремень, идущий под грудь лошади и между передними ногами, называли паперсь или передок. Ремень, идущий от седла к хвосту, называли пахви. К седлу крепили стремена на ремнях. С правой стороны седла у рядовых драгун, вооруженных фузеями, находился ушмак. Это был подвешенный на ремне кожаный стакан, куда в конном строю вкладывался приклад или конец ружейного ствола. Чепрак подкладывался под заднюю часть седла на спину лошади. Обычно он делался из черной кожи. В привилегированных полках чепрак могли делать из сукна и расшивать лентами и украшать аппликацией. Спереди седла крепились обычно два ольстера для пистолетов. В кобуры могли быть вставлены патронницы. Сверху ольстер для украшения могли покрывать сукном, называемым сорочкой. Цвет сорочки соответствовал цвету чепрака. На голову лошади надевалась оголовь с поводами. Она была двух видов, а именно монштучная и уздечная. Конструкция монштука Конструкция уздечки Так выглядели монштучные конструкции на голове лошади и уздечные. Если на коне есть монштук, то поводьев двое – монштучные и трензельные. Монштук позволял управлять конем более точно, совершать более сложные маневры. Но для этого требовалась хорошая вулочка кавалериста. Уздечка позволяла намного быстрее обучать новобранцев. Структура управления Драгунским полком Функции должностных лиц я описывал в видео о пехоте Петра I и повторяться не буду. Первое. Полковой штаб. Состоял он из обер- и унтерштабов. Обер-штаб состоял из полковника, подполковника, майора. Они осуществляли общее управление полком. Унтер-штаб. Квартирмейстер, каптенармус, адъютант, обозный писарь, профос. Ротный штаб состоял из обер- и унтер-офицеров, а также капралов и рядовых. Обер-офицеры, капитан, поручик, прапорщик. Их было по одному на каждую роту. Капитан управлял ротой. Унтер-офицер, капралы и рядовые. Обязанностью вахмистра было помогать капитану в проведении строевой подготовки и организации хозяйства и внутреннего порядка в роте. Неслужащие чины. Писари, габаисты, барабанщики, денщики и другие. Полк состоял из 10 рот. Две роты объединялись в эскадрон. Общая численность полка составляла 1148 человек. За вычетом нестроевых чинов в полку было 1063 бойца. Но это в идеале. На практике недобор порой доходил до 40-50% от списочного числа воинов. Если в полку была рота копейщиков, то это добавляло еще сотню бойцов. Каждая рота делилась на 4 капральства, который возглавлял старший солдат Капрал. Музыканты. В рассматриваемый период музыкантами были барабанщики. На каждую роту полагалось по одному. Считалось, что драгоны все же должны сражаться чаще в пешем строю. Применение драгон в конном бою показало необходимость более компактных музыкальных инструментов. Поэтому в 1712 году появляется в каждой роте габаист и два трубача на полк. А в 1720 году вводится еще и литаврщик. Флаги. Материалом для изготовления знамени чаще всего служила камка реже шелковой ткани. Как и в пехоте, изображения на флагах рисовались красками, а не вышивались. На полковом знамени мог быть либо государственный герб двухглавый орел, либо, начиная с 1710-х годов, окруженное пальмовыми ветвями вензелевое имя правящего самодержца под императорской короной. Полотнище было белым. Отличием ротных драгунских штандартов от пехотных знамен была двухсантиметровая золотая бахрома. Полотнище каждого из ротных штандартов было расписано так же, как и у ротных знамен пехотного полка, с которым драгунский делил названия. Например, был новгородский драгунский и пехотные полки. На флаге могли быть еще и два шнура с кистями. Их называли кутасы. Размер флага был оршин с четвертью на два оршина. В современной системе мер это означает 0,9 метра на 1,4 метра. Конно-гренадеры В 1705 году в каждом полку была учреждена конно-гренадерская рота в 100 сабель. В конно-гренадеры переводили солдаты полка по выбору командира. Причем сразу конно-гренадерские роты были сведены в полки конных гренадер, сконцентрировавших в своем составе наиболее опытных конников. Зимой 1708-1909 годов эти сводные полки были переведены в постоянные. Так появились полки Кропотова, Фондер, Роппа и Рожнова. Экипировка конных гренадер практически не отличалась от пеших, за исключением карабина вместо фузии. Экипировку гренадер я подробно описывал в прошлом фильме. В 1722 году гренадерам выдавали по 3 гранаты урядникам и капралам, по 5 – рядовым. Возможно, в более ранний период было так же. В 1700-е годы в драгунские полки поступали ручные мортирцы. Они были предназначены для стрельбы гранатами. Перед выстрелом приклад упирали в землю или какой-либо массивный предмет из-за сильной отдачи при выстреле. Возможно, что стреляли прямо с коня, уперев приклад в специально оборудованное мортирное седло. В прикладе некоторых ручных мортирок, сохранившихся до наших дней, есть странная выемка. Видимо, ее упирали в специальный упор в седле. Стреляли навесом. Широкого распространения это оружие не получило и довольно скоро вышло из употребления. Мы разобрали кавалерию времен Петра Первого. В одном из следующих фильмов я покажу свою коллекцию драгун. А в следующем фильме поговорим про артиллерию. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова